Здесь произошло очень интересное событие. Был сход граждан Барвихинского сельского поселения, где люди выделили из своих рядов таких активистов, которые все поддерживают действующего главу сельского поселения Тиняева Сергея Александровича. Это ситуация уникальная. Люди за, а районная власть не особо жалует. И мы будем дальше следить за ситуацией, будем рассказывать нашим подписчикам, зрителям о продолжении этого действия. Потому что, судя по всему, здесь классическая наша русская, то, что демократия в нынешнем виде, которая представлена, она уже не работает, потому что появился интернет. Будьте здоровы! У нас тут некоторые депутаты отпаздывают, поэтому пока начнем без них. Низкий вам поклон, чтобы помогли сельского декабря, не допустили беспректировать. АПЛОДИСМЕНТЫ И хотел бы еще можно сказать благодарность Гаудину Александру Петровичу, это секретарю рекомендуем Демцовского КПРФ, Крашу Навандуру Ивановичу, депутата Буздумы от КПРФ, депутата МОСа Болгограда от КПРФ, Чередисову Константину Николаевичу, Науму Александру Анатольевичу. Тоже оказать большую память. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас там был отчет, повестка будет такая. Первый вопрос разный, это по ситуации, которая произошла 7 февраля. И второй вопрос, это отчет сам. Значит, начну с июня, с августа 2017 года. Когда поступили извинения от граждан по поводу контрактов по работам на детских площадках и по ремонту памятников. Вот, могу сочетать. Там вот это Патрушковый. Уважаемый Сергей Александрович, предложу на Ваши сведения, что мне стало известно заключенным в муниципальном контракте номер Р-2017-235-099-6. Это 25 июня 2017 года. Закупка. В 2016 году работа по сервису на сопровождении повышения качества памятников, оградной территории памятников на территории сельского поселения Барвихинска. В соответствии с которым на территории памятника памятника Великой Отечественной войны расположен в селе Усово в июне должно было проводиться следующая работа чистка и больного памятника, чистка тротуаров и журнала. Ярусный ремонт, асфальт и патрульных покрытия, чистка участка тротуара, подвесливая наслаждение другое. Если с тем, начиная с первого месяца 2020 года, никаких работ обозначенных в указанном выше в муниципальном контракте на территории памятника Великой Отечественной войны не проводилось. Таких знаменитых сказали поселения. И он адренативно, что он написал, что в Шунгере никаких работ обозначенных указанном выше в муниципальном контракте. В деревне Шунгере не проводилось. А где хочу, подписали Игусев Александр Михайлович, что никаких работ обозначенных в указанном выше в муниципальном контракте на территории двух памятников Великой Отечественной войны не проводилось в деревне Жуковка. Потом стала известна информация еще о четырех контрактах. Это по сопровождению в качестве детских и спортивных площадках по всем поселкам и деревням нашего поселения. Тоже поступили записки от жителей, что никаких работ не проводилось. Северных контрактов на общую сумму 16 миллионов. Я соответствую с нашим уставом и соглашением обратился в контрольную счетную палату Денцовского района. Значит, уважаемый Никита Андреевич, это Ермолович, председатель контроля Черной палаты. Прошу вас провести внеплановое контрольное мероприятие по проверке использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципального контракта номер Ф-217-231-96-25 июня 2016 года. Закупка в 2016 году работа по сельскому сопровождению и положение в качестве кандидатов огранили территорию и политиков на территории Северного Маличинска. Согласно, в том, что в районе записанной старости населенных пунктов в сельскому селе Маличинска никаких проблем обозначенных в большевых газовом муниципальном контракте не проводилось. Строг действия контракта с 25 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года. Согласно, сдача приемки работы 30 июня 2017 года работа по контракту выполнена досрочно и оплачена в полном объеме объемом 4 августа. То есть, контракт был на 3 месяца, а закрыл его на через месяц. Это противоречие технического закону указанного в районе 1 контракта, так как указанная работа не может быть выполнена досрочно просто по закону физики. Потом, Романович попросил меня по другим контрактам написать через главу Романцовского района и на номер 2 романовича. Ну, текстом практически такой же. Первое заявление было отправлено 11 сентября, остальное заявление будет 5 сентября, который расчетный полотен. 4 декабря поступил обрет из контроля расчетный полотен. Я там все зачитывать не буду. ввиду, как очистка поверхностей, ограждения, очистка участков, ионок мусора, перевозка груза, контрольный контрольный полотен. Романцовском району, в настоящее время не имеет возможности определить полноту выполненных работ. до 16 сентября, поздравляем, что еще не делалось, и все нормально. Естественно, в целом вопросе нужно было вообще о совмещении с контролем счета по этой лицовской районности. По проверке проходит проект поезд на сцену, свидетелей не опрашивают. 9 января, в журнале этого года. У меня было отправлено заявление начальника управления экономической безопасностью и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Московской области полковнику полиции Турканова ГУВ. Заявление от 9 января до 18 января до 26 июня 2017 года администрации сельского поселения Барвитинской в лице его руководителя администрации. По 3-й моменту, врачи, было заключено исполненные контракты с Варей МВД. Ну все 5 контрактов с одной фирмой, как они умудрились там тендер выиграть, одно и то же. По сервису, мы сопровождаемо повышенное качество памятников, детских и спортивных площадок, площадок сельского поселения Барвитинская, ну и дальше идут номера контрактов. На общую сумму 16 миллионов 51 тысячи 700 рублей. Согласно с нормальным обыдением сельского поселения Барвитинской, никаких работ, обозначенных в указанных выше контрактах, на территории сельского поселения Барвитинской не проводилось. Никто не было ни вреда работников, ураганодника и вырослого мусора с объектов в указанных контрактах. В период действия контрактов. В этом году, я у меня 17-го года, многие работы по обслуживанию памятников проводились, проводили сами местные жители за свой счет. Бузер, Ирина Владимировна, выделяется в деревне Рождественное. Предварительное правило показало, что выживательные контракты по документам исполнены досрочно, и при этом облачены в полном объеме. Несмотря на то, что в предварительстве технического задания указано в положении номера один контрактами. Так как указанные время работы не будут выполнены досрочно, физически. Как пример, еженедневная очистка горн, еженедневная очистка тротуаров будет с мусором. Значит, контракт 235-096, срок действия 25 июля 30 сентября, расторгнут уже 30 июля, через месяц после заключения, на два месяца раньше. Контракт 235-096, срок действия 15 июля 15 августа, расторгнут через две недели после заключения, и оплачен по новому объему. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чтобы опять же быть ближе Потому что это власть своя Это власть родная Потому что это власть на расстоянии Всегда можно прийти И задать вопрос Всегда можно посмотреть в глаза Врет? Не прет? Крал? Не крал? В чем он ходит? Где он живет? Я живу в селе Иду мусор выношу Сфотографировал Тон же разместил в сети Если не дай бог не убрали Вот так все это происходит Когда власть вместе с народом А та власть Которой нам говорят Где она? Ее нету Нет, она нас не хочет. Почему же мы должны ее хотеть? Но это все, в принципе, общая фраза. На самом деле, сегодня насильно 20 районов Московской области сделали городскими округами. Для чего? Чтоб красть. Вот просто скажу вам по-русски. Чтоб красть беззастенчиво и бесконтрольно. Сегодня у вас есть 10, наверное, депутатов, да? 10. И поселений сколько у вас в Одинцовском районе? 14. 16. То есть порядка 150 депутатов местных. В случае городского округа будет, в лучшем случае, 25. 25. Заседать они будут в Одинцово. И попасть туда, прийти, добраться. Когда принимали 131 закон, очень было четко прописано, что человек должен пешком прийти до органа власти. Здесь будет сидеть назначенный чиновник, назначенный, назначенный главой района. И получать зарплату там, у него. И волю будет выполнять не нашу, а его волю будет выполнять. И это понятно всем. В каждом районе, где проходили вот эти процедуры, а происходят они под давлением. Ну вот, допустим, у нас в Чеховском районе три поселения, сайта депутатов проголосовали против вхождения в городской округ. К начальнику ФСБ, каждого депутата. И через два месяца те же сайта депутатов голосуют, глаза в стол, за вхождение в городской округ. То есть под давлением, насильно, против воли народа. Но стоит открыть любую официальную газету, посмотреть канал 360 градусов, ведь прошли публичное слушание, люди высказались за, люди хотят. Куда? На свою смерть, на свою погибель. Что вот у нас происходит? Преобразовали. Чеховский городской округ. Первое, что сделали, поправки внести в устав, чтобы установить муниципальным слушаем, чиновникам, оклады дополнительно, лечение всем и членов его семьи за государственный счет пожизненно. И последнее, не буду оставлять, но последняя строчка была. И захоранивать за счет бюджета его и членов его семьи, всех членов семьи. Вот это то, что делает власть бесконтрольно. У нас 23, 25 депутатов, 23 аккуратно проголосовали за это. За. А что надо делать? В завершение хочу сказать, что путь защиты наших прав единый. Когда вы вместе со своим главой, когда вы вместе со своими депутатами, вместе, только образуется разрыв, все, они это проведут, сделают. И тот случай, который произошел на моей родине, в Можайском районе, в Борисском сельском поселении, мы были, также был образован открытый заседание сайта депутатов. Приехало много депутатов, были и перечисленные депутаты, и Наумов был, и Черемисов были, все выступали. И есть заключение комитета Государственной Думы, заботился председателем комитета Алексея Дитенко, о незаконности этих процедур в трех пунктах закона о местном субравлении, он нарушен. Нарушен наплевательски вот этими депутатами, 40 депутатами Московской областной думы. Я еще раз говорю, почему они это делают? Потому что кто они? Где они? Мы их не видим на торжественных мероприятиях, на публичных концертах, при оформлении вот этих всех законов антинародных, они все за, причем спокойно. С нами вместе их нет. И поэтому я приехал солидарно поддержать вас в вашем искреннем желании, как верно сказал коллега депутат, но идиотизм, когда у нас Шаховской район, где нет ни одного города, где столица Шаховская, 11 тысяч живет, в городском округе сделали. Ну это же идиотизм. И сущий идиотизм разделяю, коллега верно сказал, что нам, жителям села, когда сегодня вся Москва бежит сюда к нам на чистый воздух, на чистую природу, все сюда бегут, в Москве жить никто уже не может. Все уничтожено, что можно. Весь зеленый пояс вокруг Москвы вырублен и застроен. И опять вот я слышу, застроен. Смотрим Дагестан, что они, председателю правительства, год назад вменяли, вырубил лес вокруг Махачкалы для застройки. А у нас не видят. Это надо поехать в Махачкалу, чтобы увидеть, что здесь же то же самое, что в Баруфе тоже происходит само, что там. И теми же вороватыми чиновниками. Спасибо за внимание. Что происходит? Происходит собрание жителей сельского поселения Барвихинска, которое приурочено... Проходи. Кончёт у главы. А на самом деле происходит следующее. Исполняется политический заказ против главы поселения и против некоторых депутатов. Цель следующая. Любой ценой отстранить главу от исполнения им своих обязанностей. Схема очень простая. Если бы не вмешались люди с 7 февраля, когда по липовому уголовному делу производились обыски в квартире и в гаражах главы, я сам лично там присутствовал как понятой, и в квартире, и в гараже. Я сам лично видел шестерых сотрудников Одинцовского БЭПа в резиновых перчатках, которые на наших глазах пытались подкинуть, по моему предположению, какие-то запрещенные вещи, будь то боеприпасы, наркотики, оружие в гараж главе. Я отвечаю за каждое слово, потому что я был непосредственным свидетелем этих событий. Когда обысок проходил в обыск в квартире у главы, никто не знал о постановлении об обыске в гараже. Естественно, когда не удалось ничего найти, а естественно в скобках мы пишем ничего подбросить в квартиру, быстренько родилось постановление. Но ошибка следователя, который выписывал постановление, заключалась в том, что он указал не тот адрес. Поэтому время, то есть пауза, которая получилась, они искусственно создали, а может быть естественным путем создали, пригодилось жителям для того, чтобы собраться около гаража и быть очевидцами всех этих событий. Вы бы видели, ну дальше это была песня. Наша народная полиция Одинцовская в составе 9 человек защищала жителей от взбесившихся сотрудников БЭПа, что четко видно на видеокамере. Вот лично я на следующий день съездил в травмпункт, на меня накидывался. По словам людей и некоторых участковых замначальника Одинцовского БЭПа, пока он не установлено лицо, заявление есть, следственный комитет и в УСБ сигнал есть. Буквально завтра я еду в следственный комитет отводить заявление о проведении расследования по данному факту. Так, дальше что? Политический заказ в чем заключается? Нас ждет городской округ, или, скажем так, попытки преобразования в городской округ всего Одинцовского района. Все чиновники и районные, и областные в курсе, что барвитинские депутаты и жители категорически против городского округа. Вот сейчас здесь выступал депутат Макаров, но у меня лично есть другая информация. Он здесь сказал, я против, но против, можно быть на людях против, но вопрос, когда дойдет до голосования. Я видел 20 районов Московской области, которые все говорили против. Как здесь сказал дежур, после некоторой обработки, в том числе некоторые просто покупались за деньги, рождаются городские округа. Остранив голову, все становится намного проще. Потому что большинство в Совете уже нивелируется. Ну а при неустойчивом равновесии, и при правильном подходе, и вдобавок к тому, при том административном и денежном ресурсе, сделать это будет в разы легче, чем при том, что глава будет исполнять свои обязанности главой. Ну, все понятно. Большое спасибо. Не-не-не, да, в понедельник, да. Ну, в течение дня, звоните в обед. В обед, в обед. Так, кто-нибудь может сказать поддержку главы, пару слов, у нас телеканал? Мы все поддержку главы. Да. Мы его знаем от всякого волнца. Ну и все, он очень хороший человек, он нам очень помогает, за жителей. За жителей, поселок изменился при его правительстве. И уделяется внимание. А все, посмотрите, какой клуб построили. Да. Бесплатные кружки сделали. Это хорошо. Люди там занимаются с культурой лечебной. И все бесплатно. Хорошо. Очень много. То есть жители, все местные, за главу подъема. Конечно, абсолютно. Конечно, не верим в то, что что-то там еду. Тут все в него поддержку. Мы всем поддерживаем Тимяева. Вы можете всех-всех опросить. Люди пришли в воскресенье, бросили все свои дела. Всех там, все пришли. Многие. В 10-м агентале мы были соседями. Мы знаем его. И вы у него можете спросить. И сколько бы вы ни сняли, все скажут, что все за него. Мы замечательный человек. Очень порядочный. Очень порядочный. Делись. Мы можем к президенту обратиться, что это наш народное избрание. Он наш народ. Пусть он нам его оставит. Если у вас есть возможность обратиться напрямую к президенту, скажите, что мы все за него. Он наш народ. Другого нам не надо. Я хочу выразить очень поддержку главе Сельского поселения параметра, Тимяева Сергея Александровича, за его мужество. За его прямую работу. Не нашли. Потому что дорогого стоит, когда один человек, ну, с помощью жителей, конечно, может противостоять, ну, грубо говоря, системе. Да, там, в машине. Вот. Провести целый день на холоде, там, во время выпуска квартиры, во время выпуска гаража, который, кстати, принадлежит ему лично. И на каком основании происходит обыск в гараже Сергея Тимяева Сергея Александровича, и воздуждается дело в отношении неустановленных лиц, но отец работал там. Ну, значит, тогда от него нужно предъявить обвинение, и может проводить тогда пяти-то обыск. Ну, мне еще больше всего непонятно, сейчас только что было сказано, что фактически есть информация о том, что 16 миллионов населения правительства, по сути дела, использованы не совсем и правомерно, и беспроверно. Испарились? Испарились, да. Я вот сейчас вышел, кстати, для того, чтобы написать записку, если там кто-то есть, представители-исполнители, а власть. Почему у них все работают, по-первых? Почему они не доверили, или они временно не отстранены? Для того, чтобы разобраться именно с этой суммой, поскольку она намного больше и выше всего. Ну, а так, исходя из того, что здесь был дежур, вот это называемая общественная организация по местному самоуправлению, и я полностью поддерживаю о том, что все-таки местная власть, она должна быть здесь. Если нам сейчас предлагают быть округом, то, по сути дела, как я смогу решить свои проблемы, если я нахожусь здесь, а вся власть в Одинцово, если мои депутаты будут находиться тоже в Одинцово. Спасибо вам. Мы приехали сегодня в Барвику для того, чтобы выразить свою признательность жителям, низкий поклон Барвикинскому в голове за то, что он отстаивает интересы жителей, не боясь, будем говорить, тех угроз, которые, я так полагаю, исходят от района и администрации, от властной администрации, от силовых структур. Потому что все, что организовано, организовано с единственной целью. Это подмять под себя Барвихинское поселение, получить новые площадки для строительства, новые площадки для того, чтобы у нас опять вырастали города в селах, уничтожить полностью легкие Москвы и Московской области и получить бюджет, который ни много ни мало составляет годовой бюджет Барвихи, миллиард. Очень хорошо его пилить наверху, не отчитываясь, перед местными жителями, которые формируют этот бюджет за счет земельных налогов в основном. Мы из села Лайково, сельское поселение Горское. Все местные жители единогласно поддерживают главу поселения Сергея Александровича Тюняева и надеются, что в дальнейшем он останется в этой должности и продолжит свою деятельность по улучшению жизни, благосостояния местного населения. Сергея Александровича Существует... Продолжение следует...